Рассуждение о современном мире, осмысление судеб 20 века и обращение к вечным философским вопросам – здесь видны абсолютно на каждой картине. Художник не случайно назвал свою выставку «диалоги», ведь только так он может обсудить со зрителем абсолютно всё. Те, кто общался с Владимиром Егоровым, делятся. Сам художник говорит мало, и свои чувства давно выражает с помощью холста и ярких красок, поэтому и друзья называют его человеком-одиночкой. В Вологду художник приехал из Днепропетровска больше 30 лет назад и буквально сразу оказался в центре художественной жизни края. Правда, писать он начал непривычные для нашей культуры пейзажи. Владимира Егорова всегда интересовали сами люди, их мысли и чувства. Художнику часто приходилось отстаивать свои картины, рассказывают искусствоведы. Уже тогда за ним закрепилось определение «неудобный художник». В Вологодском искусстве наблюдается, скажем так, две линии развития изобразительного искусства. Одна аналитическая, другая визуальная. И вот Егоров как раз принадлежит именно к аналитической линии. Той линии, которая чаще всего обращается к языку метафоры, к символу. И, наверное, поэтому и язык, и, наверное, сюжетика немножко иная. Разница у тех художников и у других. Хотя и те, и другие, в общем-то, говорят о нашем мире. Изначально художник заявил о себе как своеобразный график. Явление природы, человеческие пороки и даже обыденная жизнь. Буквально всё Владимир Егоров писал в чёрно-белом цвете. Но уже в 1990-е годы взялся за кисть и оказался талантливым живописцем, продолжая творить на самые разные темы. В творчестве художника достаточно много картин, связанных с писателями 20 века. Хлебников, Цветаева. А вот одна из его последних картин посвящена Бродскому. Изображенный в полёте поэт словно символизирует о своём отъезде из нашей страны. Владимир Егоров крайне редко рассказывает о содержании своих картин, признаются искусствоведы. А вот об иконописи он может говорить часами. Религия присутствует во многих произведениях автора, а их на экспозиции десятки. Посмотреть на картины художника можно до 14 декабря в Шаламовском доме. Выставка открыта для всех желающих. Елена Рожнова, Игорь Трифонов, Новости Вологды.